Вначале было слово А потом Появились растения, звери и птицы И мы Значит люди Да, люди И я Да, и ты И твой ангел с тобой Здравствуйте, дорогие друзья Сегодня я расскажу вам одну интересную историю Хоть она и называется детской сказкой Но в ней говорится об очень серьезных вещах Например, о равнодушии История эта так и называется Равнодушие А написал ее Протеерей Николай Агафонов Итак Слушайте Жила-была Одна семья И жил в этой семье чайник Пузатый такой Эмалированный Чайник в семье занимал особое положение Так как все любили пить чай Чайник понимал свое значение Но не важничал И не гордился перед другой кухонной посудой Он был радушным, добрым трудягой Большая хрустальная ваза Которая любила красоваться на столе Исключительно по большим праздникам Всегда посмеивалась над чайником Называя его трудогоником А чайник действительно был великим тружеником Папа утром встает на работу И первым делом сразу наливает в чайник воду И ставит на газ Дети встают в школу И тоже ставят чайник Мама перед тем, как проводить в садик Младшего сынишку Тоже без чайника не обходится Но вот все ушли Кто на работу, кто в школу Кто в детский сад Но и тут чайник без дела не остается Бабушка приберет за всеми посуду И сидит чири с бубликой догоняет Вечером собирается вся семья за чайком Беседует Все бы хорошо Да одно плохо Чайник-то всем нужен А вот к нему должного внимания в семье нет Нередко бывает так Поставят его на газ А вовремя отключить забывают Так и стоит чайник Кипит от возмущения А крышка на нем трясется От пара в негодование Воды становится все меньше и меньше Чайник переживает, что вода вот-вот закончится И тогда страшно подумать Что может случиться Наконец, кто-нибудь вспомнит о чайнике И отключит его Чайник вздохнет облегченно Ух, на этот раз вроде пронесло Но один раз забыли про чайник И случилась беда Вся вода выкипела И чайник стал корежиться от огня Но не мог никого позвать на помощь Голоса-то он не имел Так молча и погибал Посуда в ужасе наблюдала За гибелью старого трудяги Но что она могла поделать Когда уже гарь проникла в комнату Так что даже папа, дремавший у телевизора с газетой в руках Проснулся, все кинулись на кухню Но было поздно Семья погоревала, погоревала О такой потере Да делать нечего Снесли чайник в мусорный контейнер А на следующий день Папа торжественно принес в дом Новый блестящий никелированный чайник Со свистком Все были просто в восторге от этого чайника На него не могли налюбоваться Когда чайник загибал И начинал весело посвистывать Буквально вся семья бежала Чтобы отключить его Но скоро к новому чайнику привыкли И теперь, когда чайник призывно свистел К нему уже не спеши Бывало, папа крикнет детям Вы что, не слышите? Чайник свистит Идите кто-нибудь отключите Ладно, отмечали дети Сейчас досмотрим мультик Пусть немного посвистит Бывали дни, когда чайнику приходилось свистеть Так долго, что он начинал беспокоиться Как бы не осип от горячего пара его голос Хрустальная ваза недовольно ворчала Рассвистелся тут Голова от твоего свиста уже болит Дедушка наш труженик великий Тот никого не тревожил Все трудился, трудился молча Так и сгорел на работе, бедняга Потому и свищу, что не хочу гореть Оправдывался чайник И продолжал отчаянно свистеть Пока кто-нибудь не приходил И не отключал его Опасения чайника подтвердились Вскоре он действительно лишился своего голоса Свисток вышел из строя Этого даже никто в семье не заметил И никелированного красавца Постигла ужасная участь его собрата Он также молча сгорел После гибели поющего чайника На кухню прибыл электрический иностранец Из белого пластика С горделиво задранным носиком Наподобие птичьего клюва Он очень важничал И был отчего Чайник, едва закипев Сразу же мог отключить самого себя Без всякой посторонней помощи Крустальная ваза в восторге Шептала своей подруге фарфоровой конфетниц Ты только посмотри, какой красавец А умный, какой обходительный Сразу видно заграничное воспитание О двух сгоревших чайниках В семье не вспоминали Да и зачем? Ведь никому не хотелось признаться Что равнодушие и невнимание убивают Да, друзья Конечно, кто-то из вас может сказать Подумаешь, чайники Сломался старый, купили новый, вот и все Ну вот, что я хочу вам сказать, дорогие ребята Небрежность по отношению к вещам Может вскоре превратиться в небрежность И невнимательность по отношению к людям А этого допускать никак нельзя Не забывайте об этом Я желаю вам всего самого доброго До свидания Ангелова-хранителя ПОДПИСМЕНТОВ ИНТРИГУЮЩАТЯ Продолжение следует...